Крупнейшее парусное судно мира, занесённое в Книгу рекордов Гиннесса, российский четырёхмачтовый Барк Седов продолжает своё кругосветное путешествие, начатое в Петербурге в конце мая прошлого года. Обойдя в Южной Америке роковой мыс Горн, 150 юных моряков-курсантов из Мурманска, Астрахани и Нижнего Новгорода под командованием капитана Зорченко двигаются сейчас в сторону французской Полинезии. Узнать, где Барк, просто. Набирайте в поиске «Кругосветка Седова следить» и вам предлагают Центр мониторинга судов Росрыболовства. Переход по ссылке долговато загружается, но в итоге видите точку, где находятся наши герои. Героями такие мальчишки были бы в любой стране мира, а за кругосветкой, смакуя детали, следили бы там как интернет-сообщество, так и большая пресса. Под парусами площадью 3000 квадратных метров часть маршрута прошла и наша съемочная группа. Репортаж Александра Сладкова. Барк Седов – самый большой учебный парусник на свете. На борту 200 человек. Меняющаяся группа морских курсантов из России – постоянный экипаж, опытные учителя. В прошлом – военные или гражданские моряки. У них богатый опыт, много чего умеют, много о чем знают. Просто интересно вечером посидеть, послушать рассказы старших боцманов, то есть как они ходили туда, что случилось там, как было тогда. То есть это для нас большие авторитеты. Николай Козлов – морской стаж 40 лет, старший боцман и архивариус. Его документы – подлинники. 21-й год – спуск парусника на воду. Первое название Барка – Магдалена Виннен. Он перевозил грузы из Европы в Южную Америку и обратно. В 30-е судно переименовали – командор Йонсен. А досталось оно России после Второй мировой. На Поздамской конференции лидеры победивших держав решили поделить германский флот, кинув жребий. Бумажка с названием Барка попалась Сталину. Тот свернул ее и опустил обратно. Через секунду вытянул вновь. В Москве достались все германские парусники, и они до сих пор на ходу. Отошедшие Англии и Америки боевые корабли давно в отставке. Вот так ветер свистит в снастях. Романтика. Нижняя рея – уровень шестого этажа, верхняя – 55 метров, небоскреб. Курсантов учат управляться с парусами. Неудобно иногда слезать бывает. И нога аж соскальзывает, и вот туда куда-то, там, чуть ли не вниз. Но у тебя руки, главное, за что-нибудь взяться покрепче. Бывают такие моменты, конечно, да, страшно. Капитан парусника Николай Зорченко, 41 год на флоте. Уверен, Барк воспитывает настоящих моряков. Есть море, есть физика моря, есть гидродинамика моря, которую надо не просто по книжкам знать, ее надо прочувствовать. Вот когда в мокрых штанах поднимаешься на матч, чувствуешь, что ты в море. Боцман на Седове – особая персона. В экипаже мало быть хорошим моряком, необходим педагогический талант. Путешествие – непрерывный процесс воспитания и обучения. Один, там, филон, допустим, надо это как-то построже. Другой такой рвется в бой постоянно. Потому что все люди разные, все есть, конечно, да. К каждому свой подход. Кому строже, кому помягче. Если ветра нет, паруса не действуют, запускают дизель. Под палубой хозяйство старшего механика Сергея Березняка. Три этажа грохочущих машин. Здесь же опреснители. Седов потребляет 18 тонн очищенной воды в сутки. Александр Ветчиненко до седого отношения к камбузу не имел. Рыболовецкий – синер, кровельщик на суше. Неожиданный поворот судьбы – парусник, пекарня. На Седове, кроме остальных продуктов, съедают 80 батонов хлеба каждый день. Как говорится, у китайцев рис, у русских хлеб. Приходят иностранцы, берут с собой даже там им по булке. Немцы особенно любят. Ну, ни денег, с них ничего, на угощаемых. Они там, спасибо тоже. Об иностранцах есть такая категория. Добровольцы, немцы в основном. Взрослые мужчины или женщины. Работают, как все. Конечно, люди ходят в горы. Это для меня тоже непонятно. Ну, кажется, есть равнина, есть речка, рыбалка, там еще что-то есть, зайца погонять по лесу. А тут люди платят деньги вполне приличные, чтобы их покачало, чтобы они походили мокрыми по палубе, чтобы они начинали что-то делать, помогать нам и так далее. Вот он, важнейший момент кругосветки. Мыс Горн. Самая южная точка архипелага – огненная земля. Шторма нет, и это большая редкость. Курсантам говорят, теперь вы – настоящие моряки. Впереди земля, большая приборка. Матросы, курсанты, практиканты. Палубу драйят все. Раньше драйками драйли, одевали на ноги такие у нас были драйки, и песком посыпали. Сейчас уже все, потому что резинки, которые идут между брусом, она уже от времени брус-то стирается от драйков и начинает задираться вверх, и мы перестали драйками. Поэтому сейчас щетками только этим моющим средством. Капитан при параде, чилийский порт Вальпараиса. Оркестр – праздничный прием. Над набережной российский флаг. Открывается мемориальная доска в честь наших моряков 19 века, исследователей этих берегов. Барк Седов покидает Чили. 200 моряков, курсантов, практикантов, по-настоящему счастливых людей. Разных возрастов опять уходят в море, чтобы ощутить дух романтики и приключений. Александр Сладков, Галим Вергасов, Владимир Рыбаков. Вести недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!